Джумадилу 31 год и казалось бы, что молодой человек в самом расцвете сил. Но парень страдает такой болезнью, название которой звучит как приговор – цирроз печени. Этот диагноз врачи определили в тот момент, когда наш соотечественник находился в трудовой миграции за рубежом. Я узнал о своей болезни в Якутии, когда осмотрелся у врача. Потом я вернулся на малую родину, в Ош, где наши врачи еще раз подтвердили наличие цирроза и написали заключение, согласно которой мне требуется пересадка печени. Отсутствие аппетита, бессонница и многое другое не дает Джумадилу чувствовать себя полноценным человеком. По его словам, иной раз даже жидкость приходится принимать в меру, чтобы не разорвать пищевод. Обезболивающие препараты мало чем помогают, да и стоят они недешево. К примеру, за один прием приходится глотать до 11 таблеток, чтобы как-то прийти в норму. Словом, не человек, а ходячая аптека, светует он. У меня проблемы с дыханием, не могу много ходить и нормально спать. Также у меня очень сильно опухает лицо. Обследовавший Джумадила доктор Воши сообщил, что больной мог заразиться при инъекции у стоматолога. По словам врача, самое плохое у этого заболевания в том, что человек не чувствует ухудшения на протяжении многих лет. Появление вздутия у Джумадила связано с накоплением жидкости внутри тела. Этот молодой человек состоит на учёте в нашем центре. У него был обнаружен гепатит С. Его состояние с каждым днём ухудшается. Ему срочно требуется операция. Джумадил рассказывает, что ему необходимо провести как минимум две операции. Причём один из них на время лишь помешает развитию опасной болезни. Нужны сильные специалисты, которые раз и навсегда помогут избавиться от недуга, говорит он. Самые ближайшие спецы находятся в Индии, где подобные операции делают от 40 тысяч долларов. Понятно, что у нашего героя таких денег нет. Нужна помощь соотечественников, которые, видя его состояние, не останутся в стороне и протянут руку помощи. Каждый желающий внести свою лепту в продление жизни Джумадила может перечислить определённые суммы денег по реквизитам, которые вы видите на своих экранах. Нам же остаётся надеяться, что парень выберется из сложной жизненной ситуации. Ведь, как показывает практика, цирроз ещё не приговор. Рашид Алиев, Биктур Калыков, Новости Ошфирим.